Как выглядит технология производства? Берется пруток железа, просто пруток, он расковывается до определенного состояния, потом в нагретом варианте протаскивается через так называемую доску, волочильную. Это что? Это просто такой кусок металла, достаточно толстый, в котором отверстие разных диаметров. И вот проволоку одного размера, вот этот пруток туда засовывают, то он с другого конца, в разогретом виде все это происходит, протаскивают. Получается проволока все менее и менее тонкого диаметра. В конце концов получается просто такая вот, как мы ее сейчас видим в виде проволочных бухт. Ну, просто отрезки такие небольшие. Потом эта проволока наматывается на так называемом станке. Ну, вот примерно по этому принципу. Есть такой вороток, который крутится, станина, в которой закреплено основание и металлический штырь. Вот на этот металлический штырь, вот так же, как здесь накручена спиралью лоза, накручивается проволоку. Потом она раскусывается. Вот сколько я сейчас операции перечислил? Приличное количество, да? Получается вот одно такое колечко. Ну и что, значит, должны дальше сделать? Мы должны взять специальную еще такую приблуду. Она выглядит вот как круглая шайбочка. Еще одну сверху приблуду. Сверху мы ставим. Там есть в этой приблуде высверленное отверстие специальное. И бьем по этим двум приблудам. А между ними вот это вот кольцо. В результате у нас получается сплющенная вот эта площадка. Такая, да? Она нужна для того, чтобы ее потом еще и просверлить. То есть потом еще берем сверло. Сверлим здесь маленькое отверстие. И только после этого у нас получается вот это одно кольцо. Мы называем его там разводным. Это наиболее такой термин распространенный. Или заклепанное. Термин, который встречается в литературе оружиеведческой. Это, соответственно, кольцо сплошное. Есть два варианта плетения кольчуги. Мы всю ее можем сделать вот из таких колец. Либо мы можем добавить вот таких половину. То есть 50% таких, 50% таких. Что это дает? Это дает крепость кольчуги. Потому что чем... Ну, это целое кольцо, да? Соответственно, кольчуга будет иметь большую прочность на разрыв. Потому что как происходит разрыв у кольчуги? Вот мы имеем кольчужное полотно. И вот, к примеру, там какое-нибудь копьецо, да? Подобное тому, о чем сейчас рассказывали. Вот это копьецо влетает в кольчугу. Что мы видим? Оно проходит сквозь кольцо. И если это кольцо даже заклепано, как вот... Вот тут у нас не заклепано. Сейчас найдем заклепанное. Вот. Вот заклепанное кольцо. Даже если проходит в него наконечник, он может ее разорвать. Вот это сплошное кольцо он разорвет с меньшей долей вероятности. То есть это просто конструкция более крепкая. Поэтому сначала наиболее архаичная технология изготовления кольчуги – это кольчуга, собранная только лишь из колец, каждый из которых заклепана. И второй вариант кольчуги появляется в более позднее время. Это вариант, в котором кольчуга 50 на 50 состоит из сплошных колец и колец разведенных. Самый лютый вариант технологический, просто от которого с ума сходишь – это все вот эти кольца были сделаны из сваренных вот этих. То есть методом кузнечной сварки люди, надо понимать, что в кузнице идет работа в темноте, насыпается в горн какое-то количество, десятка-полтора этих колечек, оно разогревается. И почему кузнец работает в темноте? Он ориентируется на температуру металла по цвету его. То есть определенный цвет металла отражает определенную температуру. И вот каждый из этих колечек маленьким молоточком он еще и методом кузнечной сварки подсыпая флюс заваривал. То есть, ну, это просто работа, от которой едет крыша, откровенно говоря. Вот сколько надо сделать сегодня, чтобы получить одно такое кольцо. Чуть позже является технология просечных колец, когда просто берется из закаленного металла специальная такая прибуда, ставится на металлический тонкий раскованный лист и ударом высекается вот такая вот штука одна. Минус этой технологии в том, что просто больше расход металла. То есть все вырубки, которые у тебя остались, ты должен еще раз потом обрабатывать. Вот. Железо мягкое, то есть, подчеркиваю, это не столистая проволока, столистую проволоку мы не соберем. Это мягкое железо. Железо и сталь это вещи, которые отличаются между собой содержанием углерода. Чем больше углерода, тем железо, тем металл тверже, соответственно, становится. Мягкий металл железо, твердый металл сталь. Мы делаем все это хозяйство из мягкого железа, потому что, да не мы, собственно говоря, все кольчуги историчные сделаем, но так, потому что столистую проволоку ее, мягко скажем, замучаешься делать. Это было почти невозможно даже в Средневековье. Ну, по крайней мере, столистых кольчуг не найдено никак вообще. Значит, мы сейчас с вами берем по четыре сплошных кольца. Просто как на сережку надеваем четыре штучки. Потом опять берем и замыкаем ее. Вот так, раз. Вот у нас есть полуфабрикат, так называемые пятерки. То есть, вот это самый, так сказать, зародыш. Вот зародыш семя кольчуги, из которого возгорится пламя. Это вот первый сегмент, с которого начинается изготовление. После мы сейчас отдельно поговорим про клепания. Ну, просто, чтобы сейчас понятно было, каким образом выглядит дальнейшая сборка. Нам нужна еще одна пятерка, из которой впоследствии стыкуется вот такая вот цепочка. Ну, вот берем мы сейчас, например, с этой цепочки снимем. И сделаем с вами... Вот у нас две цепочки, да? Не две цепочки, а две пятерки. Теперь нам нужно вставить между ними еще одно вот такое кольцо. Мы берем две верхних. Вставляем то самое запасное. Еще две со второй цепочки, чтобы получилась вот такая сережка. Ну и, соответственно, вот эту закрываем, которая между ними. Что нам сейчас нужно сделать? Вот так вот разложите, как я. Посмотрите внимательно, как у меня это разложено. Тут есть хитрая структура. Вот это кольцо вот под этим углом, вот так. А вот эти кольца у тебя под другим углом, вот сюда, вот так. Видимо, была еще сегментация по операциям. То есть, конкретный мальчик, не знаю, сверлил отверстие, второй мальчик крутил проволоку и так далее. Наиболее способный переходил в ученики-кузницы. Да, очевидно. Потому что, ну, все-таки достаточно приличное количество кольчуг найдено. Это говорит о том, что, ну, все-таки люди не вот так, как мы с вами сейчас по чайной ложке делали. Видимо, это были профессионалы, которые были более успешны. Моя сейчас задача вставить разведенное кольцо вот в эти два нижних. Как я это делаю? Раз, два. Вот что получается. И вот так полгода. Ну, там у кого какой-то навык. Кто-то, я не знаю, там полотно вот такое, там 30 на 40 сантиметров за вечер собирает. Под сериальчик. Это неверно. Реально. Клепали, на самом деле, не гвоздем, а проволокой. Просто, ну, для начинающих мы используем гвозди, потому что у них есть шляпка. Сейчас я расскажу, почему шляпка важна. Берем пятерку. И вставляем гвоздь в отверстие, в два отверстия. Вот так. Поджимаем. Вот так. То есть, чтобы смысл такой, чтобы вот это расстояние было как можно меньше. И здесь становится понятно, зачем нам нужен гвоздь. Гвоздь не выскакивает. Видите? А если это будет проволока, то есть, если это будет вот так. То есть, вот кусочек проволоки, которым нам нужно заклепать. Вот. Видите, какого размера. Даже поменьше должен быть немножко. Вот я подставляю его. И если у меня нет навыка удержания всего этого безобразия, что я имею? Я имею головную боль. Потому что эта штука, она выскакивает. Опа! И выскочила. Но у меня немножко навык есть, поэтому вы заклепаете сейчас гвоздями, а я заклепаю сейчас вот саму проволоку. Историчнее проволока. Конечно, проволокой историчнее. Надо сказать, что на Руси крепали именно проволокой, а, например, Европа кольчугу почему-то клепала треугольными клинышками. То есть, рубила металл на кусочки. Вот видите? Вот какая конструкция должна. То есть, в клепальнике есть отверстие сверху и отверстие снизу. Мы зажимаем, и клепальник сплющивает кусочек металла, давая нам заклепку. Просто сжимаем. И вуаля! Относительно ровная такая вот кругленькая заклепочка получается. Вот тот результат, к которому сейчас должно прийти. Мы видим аккуратненькие круглые заклепки. Этот вариант получается только при уверенном и равномерном нажатии чем-то похожем на клепальник, когда сдавливается просто конструкция. И получается достаточно уверенная, четкая и красивая заклепка. Ровная. Фишка еще в чем? Неровная заклепка, разбитая, она будет давать... Ты будешь цепляться, как, не знаю, червяк за все вещи, которые у тебя, как у червяка, существуют. Будешь собирать на себя волосы все. А так кольчуга относительно ровную структуру имеет и меньше цепляется.